Приветствую вас дорогие подписчики и зрители канала, с вами Бабкин, продолжаем проходить убитого. Так, мы сейчас находимся в участке. Давайте посмотрим, что у нас тут. Мне интересно, тут мы найдем разгадку ДТП или нет. Я так понял, это вся карта. Так, тут ничего, да? Неужели нельзя было лучше как-то нарисовать? Ну, это типа голубоглазый, это как раз он. Звонарь. Копы должны стоять друг за другом. Так, что если... Ну, это не самое странное из того, что я сегодня видел. Хорошо. Так, теперь, по идее, тут что-то, да, можно? Отличный вопрос. Что заставит его вспомнить, что он должен сделать? Ну, я-то знаю, что он должен сделать. Нужно прочитать еще раз записочку, да? Нужно помнить, что этот убийца такой же человек, как и все мы. Окей. Нет, сэр. Нет. Пока никаких подозреваемых. Лейтенант, все это из-за плохого руководства. Кто бы не разрешил Ронану действовать в одиночку, вина лежит на вас. Сегодня мы потеряли одного из наших. А у вас никаких подозреваемых и никаких зацепок? Послушайте, он был в перчатках, и, похоже, в квартире ничего не трогал, кроме дверной ручки. Не оставил ни следов, ни волокон, ничего. Если вы думаете, что я не хочу поквитаться с этим парнем, то ошибаетесь. Сбавь обороты, Рекс. Все знают, что он твой деверь. Так что можешь не напоминать. Но если снова сорвешься, еще один из нас присоединится к Ронану. Понял? Найди убийцу. Или улику, которая приведет нас прямо к нему. Это приказ. Да, вас понял. Надо помочь, наверное, да? Рексу разобраться. Так. А вблизи никак нельзя посмотреть? Да, нельзя. Вообще ноль реакции. Да, я не знаю. информация о пропавших жильцах. Где мне еще улики нарыть-то? Пока что он не облажался. А, вот, посмотри, да, можно? Ну, это мы уже слышали, на месте преступления не обнаружено ни ДНК, ни отпечатков. Ну, я без понятия, что нажать. Тут такие вопросы, я не знаю, или они как-то с переводом закосячили, или... Есть что-то новое в моем деле? Откуда я знаю, что в деле было до этого? Ох, хер его пойми, я ж не заглядывал сюда. А, тут можно выбрать. Хорошо. Вывод? Я выяснил тут все, что можно. Надо проведать Джой. Может, она уже вычитала что-то. Я так понял, теперь нужно мамашу, да, найти? Ого, смотрите. Просто потому что два. А отряд спецназа с ним бы справился? Конечно, нет. Он же один. А там отряд. Самое интересное, то, что мне не показывают, куда идти. Поэтому будем максимально осматривать, что тут есть. Субтитры создавал DimaTorzok Там вон какие-то воспоминания. Или события, которые были. Так, это вход. Ну, давайте. Эй, Пакстер. Все смотришь в рот своей изновидящей? Ты прекрасно знаешь, что я не верю во все это дерьмо. Но оно другое дело. Результаты налицо. Когда найдешь источник надежнее, дай мне знать. Ничего не могу сказать. Я из другого отдела. Я-то в участке хотя бы безопасно. Так копов убивают? И все-таки ронан? Ого. Пусти 20 лет. И пока что жив. Это, конечно, выбивает из курии. Как раз потому, что такое нечасто было. Ну и слава богу. Я, конечно, тоже хочу. Так, хорошо. На второй этаж, наверное, сейчас пока не будем подниматься. Давайте рассмотрим. И изучим первый. Ну вы поняли, да? Робинсон обрабатывает девчонку. Она что-нибудь знает? Посмотрим. Робинсон на ведь джентльмен. Но допросы вести умеет. Да, ловкий малый. Ставлю на него. Что у нас тут? Подобное мы уже видели. Фотки. Фотки. Продолжение следует... Тут вроде как тоже ничего нет. Продолжение следует... Каждый такой ключ — это статья. Каждый ключ, понимаешь? Нет? Ладно, что ж. Сиди тут, тихо. Ты здесь надолго. Чёрт! Так, слушай. Слушай, я могу тебе помочь. Досье на звонаря, оно где-то здесь? Да. И оно поможет найти мою маму. Но я ведь говорила, ты мёртв. Как ты мне поможешь? Эй, я это место лучше знаю. С кем твоя мама тут работала? С кем? Не знаю. Она называла его Бастард. Бакстер. Ясно. Его кабинет на втором этаже. Я тебя проведу. Идём. Куда идём? Они смотрят. Отвернулся. Хорошо. Давайте соберём ништяк. Тут ничего. Тут, по идее, дополнительное задание. Повесился, да? Какой-то колхозник. Я могу помочь? Не-а. У тебя, как мне кажется, своих проблем выше крыши. Сам разберусь. Как всегда. Спасибо. Странно. Может быть, ещё раз предложить? Делай, что должен. Я справлюсь. Ну, смотри, я предлагал. Смотрите, это я. Ну, я думаю, сейчас будет какое-то воспоминание, типа, когда он ещё не был полицейским, да? Призрак, он же... А ты что скажешь? Не та камера. В твоей должны быть стены, обитые войлоком. Мы благодарим. Почему мы не будем. seeking了. Продолжение следует... Хорошо, кто у нас тут? Не могу пройти. Морг, да? Он вроде как... Скажи, что с тобой случилось? А сам как думаешь? Умерла? Да, я это вижу. Но как ты умерла? Скрытия не должны проводить, если причина очевидна. Я не знаю. Таблетки. Вроде снотворное. Я хотела уйти мирно. Я не знала, что... Очнусь. Что мне теперь делать? Если бы я знал. Как выяснил, сразу сообщу. Это просто дурной сон. Естественно. Так. Так. Почему старик такой злой? В мединституте учат далеко не всему. Вылитый бандит? По этим тату можно кое-что выяснить. Например? Никто меня не уважает. Это просто дурной сон. Так, хорошо. А что если... Пойди с ней, да, поговорить? Это просто дурной сон. Я не верю. Пончики. Так, ну тут вроде как больше ничего. Хоть я и обнаружил эти инструменты для вскрытия, но... Больше ничего. Делай, что должен. Я справлюсь. Иди за мной. Я помогу тебе пройти мимо копов к двери. Легкотня. Один раз ты уже попалась, детка. Теперь давай-ка не высовывайся. Вообще беспалево. Так, балашли. Давай, поторопись. Тупая хрень. Обратят внимание, нет? Что происходит? Давай. Только тихо. Ну вот, молодчина. Почти пришли. Молчал бы лучше. Разве не я нас сюда привёл? Тебя убили, мистер Решету. Слушай... Ненавижу. Я... Я не могу перебраться. Помоги мне. А нельзя, типа, перелететь и всё такое. Я призрак, а не Боинг, понятно? А тебе без меня кабинет в жизни не найти. Но должен селиться, правильно? Не вздумай читать мои мысли или про всякие гадости думать. После этого мы квиты. Не вздумай. Не вздумай. Нет. Так, всё. Выходи. Не хочу. Не хочу. Сейчас. Я думаю она подождет Пока я тут осмотрюсь Я заметил, что все молодые девушки 18 лет, 20, 22 Придурок Он был неправ, даже когда был прав Так, хорошо Идем помогать Что за хрень? Не хочу влезать в эти дела с убийствами Так, а что если? Благодаря тебе она выздоровела Ты избавил ее от болезни Разрушающие сознание Что ж, думаю теперь вы вместе У девушки было психическое заболевание Не знал А нет, смотрите 37 лет Благодарю вас Благодарю вас Так, еще один Есть Есть Я помню свой первый день на службе в полиции В то время департамент полиции Салема Располагался в крошечном здании на краю города Это был старый дом Это был старый дом Набитый людьми И совершенно не приспособленный к повседневной работе Охранять город становилось все сложнее И, наконец, власти решили превратить старинный арсенал В нашу новую штаб-квартиру Когда мы переехали Я сильно удивился Каким большим и современным Казалось одно из самых древних зданий Салема Которое, однако, весьма неплохо сохранилось Кроме того, оно подходило нам по духу Когда-то здесь проходила первая линия обороны города В эпоху фронтира А сейчас старый арсенал снова взял на себя эту роль Уже в наше время Первая неделя после переезда Выдалось довольно суматошно Один полицейский заявил Что кто-то взял пистолет из его шкафчика Он 20 минут его искал И, в конце концов, нашел у стены В одном из еще не занятых кабинетов Кроме того, ночной дежурный Доложил о странном дефекте телефона Бывало так, что если кто-то сообщал о стрельбе Автоматическая система прекращала записывать разговор И тут же начинала воспроизводить слова напуганного абонента Снова и снова До тех пор, пока телефон не отключали Вскоре стало ясно, что дело не в чьих-то ошибках Или неисправной телефонной линии Однажды вечером по коридору пробежала Плачущая врач-патологоанатом Дело в том, что у нее пропали скальпели и другие инструменты Она пошла к шкафчику за запасными Однако остановилась в ужасе, увидев отражение в зеркале У одного из трупов стоял призрак Солдат в форме эпохи гражданской войны Когда она обернулась, он уже исчез Она бросилась прочь, но заметила, что в помещении вдруг стало холодно, как в сырой могиле Конечно, парни в участке ей не поверили Черт убери, да и я тоже Пока не увидел все своими глазами Как-то раз я заработался допоздна И пошел налить себе кофе Повернув за угол, я увидел отражение призрака в стеклянном стеллаже с кубками Он смотрел прямо на меня Потом поднял свою призрачную винтовку И нажал на спусковой крючок На стекле появилась паутинка трещина И я бросился бежать Капитан мне не поверил И вычел стоимость стекла из моего жалоба Но мне было плевать, считают меня психом или нет Я знал, что я это видел Иногда меня спрашивают Гуляет ли еще призрак по коридорам Всем и всегда я отвечаю одно и то же Я не в курсе Я тогда перевелся в Бостер Неплохие такие истории